Добрый день! Перед нами знакомые цвета Lanlan и очень сильно драная коробка. Головоломка новая, но названия на коробочке нет. А так я радовался, когда Lanlan стали их писать. Здесь есть всякая техническая информация, кому она нужна. Вроде бы она даже и от этой головоломки. Не знаю. Но вот это, конечно, впечатление портит, хотя вполне объяснимо. Раньше подобное можно было встретить, когда в коробочке, в мягкой, есть Megaminx. То есть головоломка не заполняет полностью коробку, остаются пустоты. И когда они там их в своих складах перекладывают туда-сюда, мнется. Ну и здесь та же самая история. Головоломка полностью не заполняет коробочку. И вот в пустых местах она проминается. Ну то, что ее еще и порвали, я надеюсь, говорит о том, что продавец проверил перед отправкой. Ну конечно, хранить такую упаковку не хочется. Наверное, будем от нее избавляться. Ну и сам октайдр. Видим логотипчик не Лан Лана. И логотип Лан Лана. Октайдр. Edge Turning Octodron. То есть октайдр, у которого вращаются ребра. Я о нем недавно упоминал. Также можно встретить название Cancer Cube. Раковый куб. Надеюсь, имеется в виду живое существо. Ракообразное. Не знаю. Логотип. Это вроде бы Эйтан. Могу путать, поправьте. Это получается упрощенная версия Эйтан Стар. По примеру, похоже. Сравнить не могу в наличии, не имею. Но там вроде бы граней больше. Какие еще у нас бывают октайдры? Специальный все. Приготовил. С этого. ФТО. ЕТО. Теперь. Вращаются углы. Грани. Ребра. Углы. Так. Грани. Так. Ребра. Вот так. И вот у нас три типа октайдров, у которых что-то там вращается. Это Лан Лан. И новый тоже Лан Лан. Углы вращаются у Даян. Ну. Что же он умеет? А умеет он всякое. Да. Можно вращать просто так. Можно перемешивать. Делать. К примеру. Делаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вроде пиф-пафа. И что-то произошло. Поменялись. А вот эти вот тройки элементов. Ну. Пиф-паф сделали. Сам уголок. И вот маленькие такие. Не знаю кто. Ребра. Наверное. Я уголок пока не собирал. Не знаю смогу ли в ближайшем времени это сделать. Поэтому видео решил снять. Чтобы перемешать. И потом уже. Вдруг соберу. А вдруг нет. Помимо этих трех элементов. Здесь есть еще вот такие треугольные. И вот такие большие треугольные. Получают уже раз, два, три, четыре типа. Причем углы перемещаются. Центры. Я не знаю кто из них. Их наверное нет. Но здесь вот винт. Его наверное не видно. Но он там есть. Можно видимо регулировать. Отвертку до просунуть. С какого цвета где начинать непонятно. Вероятно в начале сборки нужно уголки собрать. А дальше уже двигаться. Я достал еще похожие головоломки. Но если корвикоптер 3 я собирал. Он чем-то похож. По крайней мере перемещением этих элементов. Наверное с этими схожи. То вот эти вот два. Я до сих пор не собрал. Получается 14 что ли гранники. Роа пазл. И крэйзи коммит. Лежат у меня уже давно. Крэйзи коммит я собирал, собирал, собирал. Интуитивно. Потом осознал, что это корвикоптер 2. Вернее его шейпмод. Но до конца не дособирал. Так и лежит. Вот сейчас пыль стряхнул. С верхней полочки достал. А вот этот вообще еще даже не пробовал. Как-нибудь ими займусь. Но видимо не сегодня. Ну помимо таких движений. Давайте это вернем. Не в ту сторону начал движение. Вот что-то перемешано. Фиолетово-оранжевый должен здесь стоять. Это все коптеры. И октайдер, наш раковый куб, также является коптером. Вращаются ребра. Но у коптеров возможно на вращение с изменением формы. Видим здесь вот такое место, где болтик. Если к нему подвести уголок, примерно вот так, совместить вот эту линию, то можно будет вращать вот так вот. А потом дальше я не пробовал. Ну, возможно как-то еще можно. А может и нет. Но в любом случае это уже достаточно. Если мы возьмем какой-нибудь стандартный вертолет, у него тоже есть вращение с изменением формы. Берем уголок, подводим куда-то вот сюда. И можно вращать дальше. И вот этот элемент, который стоит теперь криво, это вот такой вот кусочек центра. Один из четырех. Четыре центра. И сам уголок. Здесь же мы видим, есть вот уголок. Четырехцветный вот этот центр. И еще два вот этих вот элементика. Они, наверное, как раз вот как вот эти будут работать у Curvecopter 3. Если все так, то, наверное, оно и соберется несложно. Но у Curvecopter 3 есть центры, а здесь их нет. Здесь вместо них отверстие. Не знаю. Попробую пособирать. Третий Curvecopter вроде бы у меня собирался. Ну вот, еще раз. Сдвигаем. Еще помимо вот этот еще элемент. А как он работает, надо еще подумать. Возможно, не буду угадывать. Как-то оно работает. Надо пробовать. Надо собирать. По вращению. Ну, как типичный Lan Lan вращается. Без каких-либо проблем. Из дефектов. Единственное, что мне бросилось во глаза. Такой незначительный. Вот фиолетовый этот элемент. Чуть выступает. Если это видно. Чуть из плоскости. Ну, то ли его там нужно поглубже вставить. То ли еще что. Я пока не приглядывался. Может, со временем встанет на место. Либо просто кривоват. Жить пока не мешает. Ну, вот очень хочется с ним повозиться. Надеюсь, найду время. И тогда соберу как-нибудь. Но, что бы я хотел сказать любителям головоломок. Если вы не собирали какие-то коптеры. То к этому лучше пока не приступать. Это не простая головоломка. Если мы возьмем тот же CTO, где вращаются углы. То это просто пирамидка, у которой больше элементов. Собирается не сложно. Здесь же надо что-то знать. Надо уметь что-то такое собирать. Такое. Ну, хотя бы вертолет. Бабочку. Что-нибудь. Возможно, я ошибаюсь. Поправьте в комментариях. Но, по всей видимости, как-то оно работает. Все тут из плоскости выходит. Вращается. Не всегда бывает. С первой попытки за вращение получается поставить как надо. Не той стороной вообще ставлю. Вот так должно. Потом. И потом должно сдвигаться. Вот. И сдвигается вот раз, два, три, четыре, пять элементов. Ну, и про которые, опять мы вспомним. Вот есть угол, есть центр. Можешь сказать, вот угол, вот центр. А вот эти три как-то еще перемещаются. Если с этими двумя можно что-то тут подумать. Возьмем коптер 3. Кстати, давайте посмотрим, на что выходит угол. Угол. Получается вот этот маленький центр. Наверное. Крупный элемент вот этот. И два лепесточка вот эти. Возможно. Очень похоже. Кто проверил, напишите в комментариях. Будем считать вот это центром. А если это центр, то жить, быть может, станет проще. Сколько их таких? Ну, их, видимо, восемь, так как это октайдр. Я знаю, что делать с шестью. Ну, посмотрим. Будем разбираться. Интересная, непростая головоломка, которую начинающим покупать не советую. А любителям чего-то посложнее, наверное, будет в самый раз. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.